Только не угрызай брата своего, ну не стой тут, куда нибудь сядь, что ты тупчешься как динозавр? Пало, Александр. Да ты иди сюда, куда пошел-то? Полотенце уронил. Серега, Серега, Серега еще не поехал. Серега здесь. Иди сюда, где он вышел? Вася? Это когда он успел приехать? Я уже, да. А, ты сразу поехала? Она первая была. Ну понятно. Сейчас едем. Там открыто, можешь поставить сумку. Так, я вопросам один маленький задам. У нас висит здесь специально такая в рамке о церковной дисциплине. Сколько там правил? Шестнадцать. Там правил один, два, три, там нельзя торговать, у нас нельзя там... Оглашенный говорит. А? Оглашенный говорит. Сколько? Шестнадцать. Он говорит шестнадцать? Абсолютно правильно. Как же так? Остальные это не знают. Ведь это одно из основополагающих для нашей общины. Значит, смотрите дальше. Какого-то там нет уже. Вот как только заканчиваете... Сейчас не глядите друг на друга. Сколько нас сегодня человек было здесь? Шестнадцать? Двенадцать. Шестнадцать? Двенадцать. Нет, как двенадцать? Ну как? Да, примерно. Шестнадцать. Шестнадцать, да? Восемнадцать, значит. Ну, шестнадцать. Шестнадцать. Вот в этом здании сколько всего дверей разных, которые на шарнирах отворять и затворять? Это только вам знать. И Михаил Петрович может... Шестнадцать. 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 Что-то доело на шестнадцать. Вот ты посчитай. Ну, мы согласны. Шестнадцать дверей у нас здесь находятся. Четыре в алтаре. А цифра восемь что означает? Бесконечность. Полнота. Полнота семерка. Бесконечность. Бесконечность. Божественная полнота. Начало новое. Божественная полнота. Это что? Начало новое. Царство небесное. Относится. Вот вы заметьте, чем дальше от истины и как удаляется. Возьми мусульманство. Празднует какой день? Пятница. Пятница. Иудеев празднует какой день? Шестой. Христиане. Седьмой. Нам кажется случайно. Это не случайно. Нам просто надо увидеть это. Я не до сих пор, не знаю, насколько точно святые отцы истолковали. И он пошел. Рыбу вытащили когда? Христос сидит здесь. Но только смотри на него. Нет. Пошел считать рыбу, сколько попалось. Сколько? 153. Больших рыб. Что на цифры означает? Зачем ему нужно было там, когда Христос пришел, сейчас исчезнет опять? Он стоял этих карасей и считал по одному. Понимаете, мы не задумываемся об этом. А мне звонят про это. Очень, так сказать, трудящийся в протеере и говорит. Вот имя Малх. Зачем? Отрубили ему ухо. Он что, там должен был анализ проходить в кровевой больнице, ухо прирастить ему? Нет. А зачем он нужен Малх? Больше нигде он не встречается. Примера никакого нельзя. А Малх есть. А та женщина, которая закричала, благословенность щерева твоего? Или нету? Вот таких вопросов-то ни один, ни два. Я не знаю ответа. Не думаю, что я знаю. Я знаю, считай, которое толкование, но оно натянутое. Вот, допустим, сколько должен? 80. 100 пиши 80. Сколько должен 100? Пиши 50. Что эти цифры означают? Я за то отвечаю. Не каждую цифру из толкового. Это взято, показано. Просто ни один человек не толкует. Сегодня толкует, высчитывает. Но мы должны быть очень внимательны к слышанному. Вот я сколько говорил, что пришли. Что я успел? Нет. Три года назад нас приходило, наверное, в три раза больше. Кого-то не было с ребятишками. Нету? Отсюда вывод нужно делать. Какой? Бояться темноты? Так, даже по подозрению тоже. Это очень важный момент. Преступники орудуют вечером в основном, не утром. Значит, просьба на машинах. Всех развести по домам. До дому. Сразу вот здесь уже решите, кто с кем едет, в какую сторону ему ехать. И чтобы ни один пешком не шел. Ни мужчина, ни женщина. До остановки, по крайней мере. Да. Ты-то здесь остаешься, матушка? Вот. Понятно. Ты в дверях-то, когда идешь, ты маленько вспоминаешь, что ты молодая была. Шагнула, над порогом стоит, разговаривает с ней. Что с ней разговаривает-то? Скорее, затащил туда или сюда. Я должен был бежать и сказать, уже холодно сколько стоит. Ну сколько? Считай, 10-20. Стоит. Дверь настишь открыта. Ну что? Ты вот сюда у бедра угля принеси, когда-нибудь, за то, что так ходишь. Мы можем сказать вчера. Кто из вчера не был? Кто не был вчера по Кроссом соборе? Так, раз, два, три, четыре. Ну, четыре из шестнадцати, это ничего. А когда было, мы ходили, помните? Как поворачивали? Какая очередь шла? А отсюда был вот какой? Тот фотографий, который висят в коридоре, посмотри. Вот этот умер, там фиешка стоит, умер. Баварина? Нет, умер, города погиб. А ты смотришь, а это уехал в Америку, а это во Францию улетел, а это в Германию. Наша вера-то истинная, по всем странам мира идет. Вы не думаете, что наши люди сидят там? Виктор Николаевич тому. И поет, и встречается, и на выставках бывает, и везде Слово Божие несет. Поэтому нас стало как будто бы меньше, а на самом деле труд стал больше. Некоторые говорят, а что делаем? Много к чему обращаются. И главное, зачем к нам обращаются? Обращаются за знаниями и за молитвенной помощью. Поэтому, если ты никого не знаешь, просто говорю, Господи, все, кто нуждается в нас, мы молим о них. А в нас нуждаются очень многие. Прямо не в реальности какие-то там. И вот начинают, причина-то какая? Почему муж такой сделал с отмечения сегодня? Невозможно. Я говорю, давай по порядку начнем. Сколько тебе лет? А мужу? Столько. А ты знаешь, что мужчины у нас живут в среднем от 7 до 13 лет меньше, мы женщин. Да. Ты должна как его встречать? А сколько лет? И как он тебя терпит, не зашиб? У тебя за тобой такое, такое. Как ты можешь отговорить? Да ты сегодня выбери такой момент, когда он растроганный будет. Пойди ему на плечо, на грудь и все скажи, как надо. Виновна ты полностью. Если ты согласна, будем молиться. Сто поклонной молитвой. Все сменилось. Благодарность и тут же помолились вместе. Ты не думай, что она стонет, она в таком возрасте, под 60 лет все еще ревнует. Что было, не было, за 20 лет вперед припоминает. И как ему жить-то? А изменилось немножко? Да. А куда ты пошла? Да в другую комнату молиться. И впервые он сказал, помолись за меня. Понимаешь, сдвинулось что-то. Не знаю. Я приглашаю. Ты пригласи его, чтобы поговорить. А дальше пригласи его в Потеряевку. Я вам домик выделю. Продуктами обеспечу. Будете купать, сырыбу ловить и на работе у меня работать. То есть вы каждый свой талант раскупорьте. То, что вы пришли, это уже говорит о стремлении. Допустим, у нас 45 человек там. 48. Но ведь третья часть пришла. Ни в одном храме третья часть не приходит. 630 тысяч в Барнауле. А сколько в храмах? Особенно на этом. Так что у нас что есть? Не каждый может уехать на счет. Потому что сегодня нет кое-кого, кто с машинами. Не знаю, какая причина. Надо еще сегодня помолить, чтобы завтра было больше. О чем мы говорим? У каждого своя беда. Вот она, допустим, была здесь у нас сестра. Во Францию уехала. До нашего Виктора еще. Дети остались двое здесь. С собой двоих взяла. Муж неизвестно куда сплавился. А она наша. И мы ее каждый день вспоминаем в молитве, как о путешествующей. А другой? Другой по интернету познакомился. Она приехала сюда. А дальше что было? А дальше печаль. Говорит даже и то боязно. Встретился, он плащет. Она никого не хочет принимать. Вот у меня друзья на работе. Я говорю, а верь. Они приближаются, чтобы никто не ходил. А она это скрыла все. Ей надо было замуж. И говорили, думали, ну от силы больше год или два. Нет, на совсем. И сколько за этим идет? А почему? Еще непонятно. То у нас вот оно записано. Это как раз написано про знакомство в интернете. Отрубить. Никаких и без совета нет. И чтобы благополучно было, у нас все на все ответ есть. Не получится. С человека надо узнать, где в молитве. На какие-то дела пойти. Какое-то благовестие. Вот считаешь, когда добротолюбие. Пять томов. Это большие, толстые книги. Это самая высокая философия в христианстве. И ни одного призыва к благовестию. Ни одного. И ни одной исповеди за 2000 лет не было. А ходишь, благовествуешь. Слово Божие распространяешь. Тоже нету. Это как раз лежит и на нас. А мы можем что-то изменить. Все не сможем. Но кое-что сможем. Люди уже обращают. Вот мне сколько пишут. Знаете, я совершенно был никакой. Сейчас я Библию из рук не выпускаю. Благодаря вам я полюбил Библию. Я в воскресенье говорил. Один стих Библии коренной. Знаешь, ключевой. И по какой-то теме. Но идите по всему миру проповедуйте. Все. Монашество осталось вне Библии. Я разбираю все притчи в Евангелии. Хоть одна подходит к монашеству. Нету. А какая притча? А такое, чтобы человек разбогател. Хотел владеть хозяину. Заперся и сидел. Нет такой притчи. А как сеять. Умножать талант. И пойти торгующим. А торгующие это общество. Где-то. Если бы давно не приучили людей, то вот эта кровь Иисуса Христа защищает нас от всякого греха. Не срабатывает. Если ходим как он во свете. Подобно ему. Имеем общение друг с другом. Общение не то, что мы стоим. Нигде не написано, что дело священника заключается в литургии. Нету. Даже намека нет этого. Как так? А нету. А нету. А идите благовествуйте. Идите проповедуйте. Спешите на помощь. Это не день, не два. Двадцать столетий. И сместные. И не говорят ничего. Показывают. Разбирают. Там Андрей Ткачок такие известные священники. Говорит. Там из пулемета очередь идет. Быстро говорит. И говорит много правильно. А в общей нас же пять человек нету. Никого нету. Приходят и уходят. А колоней никого нету. А почему? Мне сегодня говорят. Потому что это вы только с людьми. Ежедневно. И с каждым человеком конкретно. А это как? Ну, он знает сказать там, где помянуть. Достоевского, Есенина рассказать. И увидеть, какие недостатки. А как их удалить? Где познакомить с Богом? А как? Через Слово Божие. Чтобы они его в руках держали. Вот для этого мы пришли сюда. У нас необычное. То, что везде сегодня будет считать. У нас, как мы, еще никто не молимся. Даже батюшка не молится. То есть идет и идет. Вот малое вам на дорогу. Поразмышляйте. Подумайте. А что мы можем еще сделать? Видите, как украсили, расписали. Люди, которые некоторые писали, их уже нету. А труд остался. И то, что мы сеем, вспоминаем. У меня нет ни одного из вас. Почти. Чтобы я пойменно не поминал вас. Но только в разные грабы записано. Один путешествующий. Другой основополагающий. Третий, помогающий. Четвертый, нуждающийся в этом. По две руки надо держать. Все у меня. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Так, просьба. Никуда не расходитесь во дворе. Вы разберите сначала всех. Они пришли для того, чтобы живыми домой вернуться. Продолжение следует. Продолжение следует...